Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге «Бытия». И сегодня мы с вами читаем 11 главу. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камня, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Месопотамия — это местность очень гладкая. Там нету естественных возвышенностей. И поэтому любая башня, любое искусственное возвышение, его очень издалека видно, и оно производит впечатление. В свое время языческие народы, которые там жили, они строили зигураты до сих пор, есть их развалины. Они строили такие башни, которые служили как храмы, для сообщения с богами. То есть считалось, что к богам оно как-то ближе. Зигурат — это было такое ступенчатое сооружение, которое было весьма высоким, и его высота подчеркивала могущество этого правителя. То есть всякий издалека видел, что здесь живет очень крутой царь, который может мобилизовать людей и произвести такую большую постройку. И эти башни были символом человеческого могущества и такого языческого могущества, когда люди возводили башню, чтобы сделать себе имя, чтобы показать, какие мы крутые правители, какой мы могущественный народ, мы можем себе позволить возвести эту огромную башню. И стали у них кирпичи вместо камней, земляная смола вместо извести. Глина там была, а вот с камнями было плохо. И сказали они, построим в себе город и башню высотой до небес, и сделаем в себе имя, нежели рассеемся по лицу всей земли. Башня на людей того времени, конечно, производила большое впечатление. Человек... Ну, мы сейчас живем в многоэтажных домах, и на нас, если башни вот Москва-Сити производят впечатление, то, ну, не так, чтобы уж совсем упасть. Ну, да, грандиозно, высокие очень здания. Люди того времени жили в глинобитных домиках, у которых было максимум два этажа, и высокая башня, конечно, производила большое впечатление. Это великое человеческое достижение. Сделаем в себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ, один у всех язык, и вот что и начали делать, не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы они не понимали речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. И вот люди пытаются достичь величия без Бога, они пытаются сделать себе имя, они бросают Богу вызов, они говорят, без тебя обойдемся, себе сами сделаем имя. К чему это приводит? К тому, что Бог смешивает языки. Люди перестают понимать друг друга. Человек, который восстает против Бога, он утрачивает способность понимать ближнего. И проблема не только, не столько в разнице в языках. Иногда люди говорят на одном языке, но не понимают друг друга. Эта стена непонимания, она вызвана человеческим грехом. Люди иногда говорят на одном языке, но друг друга не понимают в упор. И люди враждебны по отношению друг к другу. Люди не могут вместе что-то делать. Люди постоянно ссорятся и конфликтуют, потому что между людьми отсутствует единство, отсутствует понимание, которое является результатом их восстания против Бога. И результатом этого восстания является разделение на различные конфликтующие народы языки. «Посему дано ему имя городу Вавилон, то есть смешение, ибо там смешал Господь язык всей земли и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Вавилон – это имя, которое много раз уже появляется в Священном Писании, вернее, оно еще появится. Вавилон – это могущественная империя, могущественное царство. Вавилон – это империя, которая подчиняет себе самые разные народы самыми разными языками. И она подчиняет себе все эти народы просто силой оружия. Это народы, которые подчинены Вавилону, потому что у Вавилона могущественная армия, ему не стоит бросать вызов. В свое время израильтяне ему бросили вызов, это будет уже значительно позже, но бросили ему вызов, и город Иерусалим был разрушен, люди были депортированы в Вавилон. И Вавилон – это такой противобожеский город, город, который противостоит Богу. Есть единство, созданное на основе поклонения единому истинному Богу, есть единство, которое созидает Святой Дух, единство Церкви в конечном итоге. И Вавилон, который противопоставляет этому единству, – это град человеческий. В классическом труде Блаженного Августина о граде Божием противопоставляются два города, два образа жизни, два вида единства. Это Иерусалим, град Божий, в котором люди собираются, чтобы поклоняться Богу, город, созданный любовью к Богу, и Вавилон – город, созданный любовью к себе, когда люди устраиваются жить без Бога, они стараются жить так, как будто Бога нет. И вот этот Вавилон – это хаотичное смешение разных языков, когда люди соединены не истинной любовью, люди соединены насилием, люди соединены отчасти коммерческим интересом, и они строят эту Вавилонскую башню, которая в итоге все равно не будет достроена. Вавилонская башня – это также образ всех человеческих начинаний, которые предпринимаются без Бога. Люди думают, что вот мы электричеством посеем и пожнем. Люди выдвигают те или иные социальные утопии, люди хотят построить то или иное светлое царство. Но потом оказывается, что его построить невозможно, и все разваливается. И разваливается из-за чего? Разваливается из-за людей, из-за того, что люди не могут нормально друг с другом взаимодействовать. Из-за того, что люди постоянно конфликтуют, постоянно не понимают друг друга, и эти великие социальные проекты просто разваливаются, разваливаются как Вавилонские башни. Мы видели, как развалилась Вавилонская башня коммунизма, Но это не единственная в Иоаннской башне, которая обречена. Любые начинания, любые попытки что-то выстроить без Бога, все это в итоге рухнет. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через два года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет, родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Арфаксад жил 330 лет и родил сынов и дочерей и умер. Каинан жил 130 лет и родил Сау. По рождении Салы Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. Сала жил 130 лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей и умер. 1. Евер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сынов и дочерей. И умер. 2. Фалек жил 130 лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей. 3. Рогав жил 32 года и родил Серуха. По рождении Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей. И умер. Сирух жил 130 лет и родил Нахора. По рождении Нахора Сирух жил 200 лет и родил сынов и дочерей и умер. Нахор жил 29 лет и родил Фарру. По рождении Фары Нахор жил 119 лет, родил сынов и дочерей и умер. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Это идет перечисление потомков Сима. Эти потомки, мы видим, они уже говорят на различных языках, принадлежат к разным народам, формируются разные этнические группы, и нам стоит вспомнить событие из Нового Завета, которое противоположно Вавилонской башне, это Пятидесятница, когда Святой Дух сходит на апостолов, и они начинают говорить на разных языках, так, чтобы их все понимали, чтобы каждый услышал свой родной язык. В событии Пятидесятницы происходит как бы отмена вот этого проклятия Вавилонской башни, поскольку люди уже не строят Вавилон, они строят нечто противоположное, церковь. Вот родословие Фарры. Фарра родил Авраама, Нахора и Арана, Аран родил Лота, и умер Аран при Фаре, отце своем, в землерождении своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой — Сара, имя жены Нахоровой — Милка, дочь Арана, отца Милки, отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фарра Авраама, сына своего Илота, сына Аранова, внука своего Исару, невестку свою жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харрана, они остановились там, ибо в дне жизни Фары в Харранской земле 205 лет, и умер Фарра в Харране. Мы видим здесь перечисление всех этих людей, сыновья Фары, и среди этих сыновей Фары появляется Авраам. Авраам — это один из ключевых персонажей вообще священного писания. И все это повествование, оно идет к нему и концентрируется на нем. И ему предшествует все это долгое перечисление, указываются все его предки, для того, чтобы подчеркнуть укорененность Авраама в Божьем замысле. То есть Авраам не появляется как инопланетянин, как и Христос не появляется как инопланетянин. Он является потомком определенных предков, он принадлежит к этому Божьему замыслу. И вот на сцене появляется такая ключевая личность всего священного писания, как Авраам. Но об этом уже в следующей главе. А пока мы прочитали 11 главу книги «Бытия», мы читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!